полетели все вот эти вот осуждения, все прочее, все такие, типа, ты чё, ебанат? То есть до этого тоже, разумеется, были сливы, но сколько они набирали просмотров? 20, 30, ну максимум 100 тысяч, там, какие-то редкие, да, бывало, заходили, а слил, там, интимные фотки большевички, он явно фанат Блазислава Павлова, большой любит, там, знаете, посливать, поделать все вот эти вот прочие вещи. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. А я вас, в свою очередь, приветствую. Сегодня у нас такая, знаете ли, интересная тема, тема немного такой вот морали, доверия и всего-всего прочего. Вообще, на своей страничке ВКонтакте, ссылочка, кстати, в описании, добавляйте себе, друзья, добавляю абсолютно всех, сможете мне там написать, сделать все прочие вещи, а также в моем канале в Телеграме я также выложил вот один из скриншотов со слива, паблика, группы и еще вот всех прочих вещей. Там, в общем, мастерской Аризона Мобайл. Там произошел слив и, в общем-то, понаписали там много-много всего. И, казалось бы, обычное рядовое дело. Ну, сливы, они происходят часто. Вот за это мы можем, кстати, сказать спасибо Владиславу Павлову, потому что именно он привел вот эту вот всю моду на сливы. И теперь чуваки, когда делают нечто подобное, они считают, что это, ну, типа, в порядке вещей. Ведь Павлов-то он делает эти самые сливы. А почему мне тогда такого нельзя сделать? Ну, типа, а почему нет? И люди даже вот не задумываются о последствиях, да, того, что происходит. Ты можешь вот говорить все, что угодно. Ну, в пределах разумного, разумеется, опять-таки. А не заходить за рамки. То есть, если бы ты сделал какой-то отдельный видеоролик на тему того, вот, как на Аризона Мобайл все плохо, как там все прогнило и так далее, без проблем отделай, рассказывай, скрывай какие-то покровы, доставай все, что было внутри и так далее и тому подобное. То есть, отделай все это. В этом нету никаких проблем. Тебя за это, ну, практически никто не осудит. Возможно, только кто-нибудь, там, я не знаю, а подъедет к твоей шараге. И, в общем-то, ну, застанут тебя врасплох и скажут, типа, ну, извиняйся, блядь. Извини, ну, что ты сделал-то такое, а? Ну, давай, давай, блядь. Что там, блядь, самый умный или что там? В интернете-то, говорит, вот если бы ты слил что-то, да, вот тут проблем бы не было, конечно. А вот тут вот сейчас ты вот так делаешь, поэтому все, давай мы тебя как бы это... Ну, ты сам должен все это понимать. Ну, ладно, неважно, давайте начнем вообще по порядку. Сегодня, значит, захожу я в свое любимое издание по мобилкам Live Mobile. До этого я заходил в Live Sam, там что-то не пролистал, особо ничего интересного, как обычно, не нашел. Захожу в Live Mobile, вижу, что там появился пост о том, что группу моего любимого проекта Arizona RP, а конкретнее Arizona Mobile, ее слили, понаписав там много всякого разнообразного бреда и тому подобного. И, то есть, потом я захожу в Live Sam, как бы более детально ознакомлюсь со всеми постами, и вижу, что там есть пост касательно того, что за человек вообще все это сделал. И это оказалось не какой-то там, знаете, 14-15-летний школьник или наподобие того, нет. Им оказался 23-летний человек из, насколько я помню, Казахстана. Я извиняюсь, если я что-то неправильно сказал. Вот, по-моему, что-то наподобие того там. И, в общем-то, он все это сделал, он все это слил, и в комментариях полетели все вот эти вот осуждения, все прочее. И человек там тоже начал, типа, вроде как оправдываться, говорить, что на самом-то деле там все прогнило. Меня сняли с админки, со всех прочих вещей, но вообще Феникс, Arizona RP Phoenix, там Arizona Mobile, оно все там куда-то ушло не туда. И, в общем-то, да. Сегодня я бы хотел с вами обсудить вообще все эти сливы. Опять-таки, за все сливы, которые происходят, а происходят, происходят и будут происходить когда-нибудь потом, происходили, возможно, до этого, и все с ними вообще происходят там все вот эти вот вещи. За, в общем-то, все это мы можем сказать спасибо Владиславу Павлу. Если какие-то ваши аккаунты пострадают, сольются там, какие-то ваши личные данные или все-то, что-то наподобие того, то за это мы говорим спасибо Владиславу Павлу. Потому что, если бы не он, ну, будем честны, это было бы достаточно таким осудительным действием-то. Все такие, типа, ты чё, ебанат? Чё ты делаешь, бля? А сейчас человек, он слил вот эту вот всю группу, хотя там уже всё почистили, всё восстановили и так далее. Но вот он-то думает, что он-то сделал всё правильно из-за Владислава Павлова. Из-за того, что вот Владислав Павлов популяризировал всё это. Понимаете, в чём дело? То есть, до этого тоже, разумеется, были сливы, но сколько они набирали просмотров? 20-30, ну, максимум 100 тысяч там какие-то редкие, да, бывало, заходили. Но у Владислава Павлова-то это всё поставлено на поток, и сливы-то идут постоянно. И, то есть, для многих это уже стало нормально. То есть, слить вот как-то испортить игровой процесс людям, слить там какие-то прочие вот эти вот все вещи. Но это же не нормально. И вообще сливы это для многих ненормально, вот даже взять ту же самую большевичку. То есть, я думаю, что ей тоже было не особо приятно, а за это она как бы тоже может сказать спасибо Владиславу Павлову. Человек, который ослил там интимные фотки большевички, он явно фанат Владислава Павлова, большой любит там, знаете, посливать, поделать все вот эти вот прочие вещи. Но не важно, не важно. И вот тут мне хотелось бы, знаете, что сказать? Вот вообще как-то обмануть человека, кинуть человека, если ты его не знаешь, это неплохо. Ну, как сказать, ну вот если для тебя, для твоих моральных устоев это нормально, то и в принципе это, ну, неплохо. Ты можешь не заморачиваться, потому что, ну, это капитализм, каждый выживает как хочет. Тут вообще никаких проблем абсолютно точно нет. Но есть другая сторона медали. Такое, как вот кинуть на доверие. Когда человек тебе доверился, условно, там, вот, дал тебе рычаги управления резонным мобайлом, для того, чтобы ты вот мог всем этим управлять, для того, чтобы ты мог контролировать все обращения игроков, все просто, то есть доверился тебе. А ты взял и кинул его на доверие. И вот это уже, вот это уже хуёво, в самом деле. Потому что, ну, вот опять же говорю, что кинуть просто человека, незнакомого тебе, непонятно какого там, дай бог с ним. А вот когда вот тебе в самом деле люди доверились и ждали, что ты будешь, как бы, ну, с ними наравне, ждали, что ты будешь им помогать, оказывать какую-то поддержку. То есть, да, возможно, с тобой поступили не особо хорошо, не особо как-то правильно, по твоим личным устоям. Но вот делать то, что сделал этот человек, ну, это максимально, это полная хуйня. Потому что там что-то про мамок, блядь, про ветеранов, господи. Я до 1 сентября 2019 года, до обзора на Ярослава Прулёва, тоже, там, знаете, выражения особо сильно не подбирал. Но на это были свои причины, которые рассказаны в том самом обзоре. Если не видели, можете посмотреть 1 час 18 минут. И потом в последующих обзорах всё это рассказано, можете также всё это посмотреть. То есть, там всё это рассказано. Но тут же, просто из какого-то пустого, можно было сделать ролик, в котором ты всё это расскажешь. Я уверен, что этот ролик, он бы, ну, да, возможно. Возможно, что на это всё они бы не обратили вне, но можно было бы сделать по-другому. Можно было бы записать этот свой видеоролик и, допустим, профлудить им на стену вот Arizona Mobile, вот этой вот мастерской всей. И, то есть, ты не оскорбил толком никого, и ничего плохого ты не сделал. И вот по крови все сорвал, и также об этом бы в LiveSamp написали, будь уверен. И, типа, ну, такого плохого чего-то, как ты сделал сейчас, этого бы не было. И на твой видеоролик обратило внимание бы большое количество людей. И я бы, в том числе, на всё это обратил внимание. И я бы обо всём этом рассказал. Как минимум, там, обозрел, там, пересказал, что-то прочее сделал. Потому что, ну, в самом деле, такая информация, она не должна, вот, оставаться какой-то, вот, скрытой. Так, если тебе есть что сказать, говори. Для этого и сделали YouTube. Для этого и сделали всё остальное. Если информация будет правдивой, то, несмотря на то, что я сотрудничаю с резоной РП, там, со всеми прочими вещами, я бы поддержал. Я бы, в самом деле, поддержал. Потому что, ну, мне, как бы, блядь. Я не думаю, что меня бы за это уволили вроде. Я бы просто сказал, что да. Человек вот тут вот поступил правильно. Что человек вот тут вот рассказал, вот, всё, как было, всё, как вот оно должно было быть. И вот оно всё правильно. И человека, то есть, сняли, допустим, с админки ни за что. А тут он, получается, что сыграл в такую обиженку, которую сняли с админки. Вот он показал всю свою сущность, там, и матерей, и ветеранов, и всё такое. То есть, просто так, с ничего, с нихуя, без какой-то предыстории такой, знаете ли, особой. Переходить вот на такие вот личностные оскорбления, это плохо. Опять же, хочу повториться, что у меня, для того, чтобы я на всё это перешёл, были свои причины. И, если честно, то они есть и до сих пор. Вот, скажем так. Ну, я решил со всем этим смириться, и уже больше насчёт всего этого как-то не шутить, как-то обо всём этом не говорить и так далее. Вот. И данный человек, он поступил, с моей точки зрения, опять же, плохо. И неправильно. Потому что поступил явно на эмоциях, поступил не обдумав всё это, скажем прямо. Но вот, самый интерес, что меня больше всего, блядь, опять порадовала лайфсамп. Блядь, худшая помойка, сука. Да, Рома, блядь, Рома, чё ты делаешь такое? Твои посты, они, блядь, как из твиттера районной давалки, блядь. Жалко, что ты в конце вот этого поста, который я сейчас показываю, не написал, типа, мрази принимают доброту за слабость, блядь. Всё, потому что это вообще, это ёбнуться, блядь. Рома, это ж пиздец вообще. Кто вообще в этих скобочках, блядь, чё, ты чё ёбнутый, блядь? Ты редактор такого большого, блядь, издания Самповского. Пусть и Самповского, тем не менее, ты подаёшь людям новости. То, что вот ты им расскажешь, такие будут настроения у людей. И ты, ты, блядь, делаешь вот такую вот хуйню, запускаешь буквально травлю человека за то, что он тупой. Он наступился, да. У всех бывают какие-то ошибки. И тут он поступил как максимально тупой человек, как поступил бы тут, наверное, Владислав Павлов, я не знаю, или что-то вроде того. Да, это правильно, это верно. Но можно было как-то, можно было не тегать его, опять-таки, запуская травлю. Можно было не делать всё это. Ты сделал полную хуйню, блядь. Полнейшую. Да, разумеется, человек, ну, поступил плохо. Но ты поступил, блядь, ещё хуже. Уёбок, ёбаный, блядь. Ты, блядь, ты хуила. Чё ты делаешь-то такое, блядь? Ты зачем вот уже в который раз этот хуесос, блядь, на вот этом вот лайфсампе запускать травлю человека? До этого был шаман, сейчас это вот ещё один человек. Возможно, что и в ситуации с шаманом, со стилером. Возможно, что и в ситуации с этим человеком они поступили неправильно. Но ты-то, блядь, поступаешь ещё хуже, блядь. Эти-то люди, ладно, они оступились, ну, ошибка за ошибкой. Ну, у всех, блядь, у тебя это, блядь, вторая, если там не третья, не четвёртая ошибка. Ты чё делаешь-то, блядь? Уже одуматься, наверное, надо, чё ты вообще. Это не твой личный, блядь, блог. В своём личном блоге можешь хоть травить, хоть кибербуллить, хоть, блядь, до суицида людей доводить. И тут-то, блядь, новостное издание, чё ты делаешь, уёбище? Ты чё делаешь такое, блядь? Ты можешь рассказать вообще, зачем ты это делаешь? В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Геймплей был заснят на сервере Rezona, роли Play Phoenix. Заходите туда по айпишнику в описании. Также заходите в мой телеграм-канал, там много разной инфы. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok